Клиенту приговаривали привод в сборе, как положено. Якобы за 22 тысячи продали ему оригинальный, а в багажнике лежит Стеллакс. Это такой самый худший, наверное, привод. Он его поставил, проехал, говорит, не знаю, 500 километров или 500 метров, и он разлетелся в клочья. И вот ему собрали из того, что было. Очередное видео от ОМЗАП. Сейчас это видео, наверное, будет частично для ребят, которые уже неоднократно портиют привод. Я хотел бы, чтобы они меня увидели и услышали, и заканчивали с этой непонятной их работой. Ну и для самих клиентов. Не давайте, пожалуйста, непонятным людям что-то прикручивать, дорабатывать какие-то непонятные вещи. Сейчас речь пойдет о приводе. И обычно это правый в машинах. Неважно, полный привод, неполный. Когда у нас появляется люфт между промвалом и именно шрус, который стоит внутри. То есть он у нас одевается на колечко, на шлице. Он должен ходить болтаться. То есть если он болтается, допустим, радиальный люфт, это вверх, вниз, вправо, влево, он должен быть. Но опять же, если он прям разбитый вообще, первый признак плохого, большой люфт, это осевой. То есть на шлицах, когда он начнет вот так ходить, тогда это уже все. Замена либо шруса внутреннего, а лучше и того, и другого. То есть меняем и промвал, и меняем шрус. Опять же, шрус может идти отдельно, там, допустим, неоригинальный, либо мы ставим полностью палку. Начнем с того, что у нас Kia Sorento BL, 2010 год. Раздатка ТОТ. Причина обращения. Вибрация от 60 и выше. То есть чем больше скорость, тем хочется с нее вылезти и убежать. Сделали также диагностику ходовой. Смотрите, у нас первое. Не крутилось колесо заднее. Пробег не знаю. У нас проблема в суппорте. Вот сейчас я даже, наверное, отогну. Будем менять поршень, пыльник, сальник. Также все обслужим. Помажем направляющие. Но это обычное дело, как бы. Вот это колесо при диагностике. Стали крутить, оно не крутится. Вообще не крутится. Решили, что там заклинило что-то. Оказывается, нет. Верхний рычаг, шаровая опора в нем не меняется, не откручивается, она идет вместе с ним. Многие это знают. Так вот, где-то тоже на Дальнем Востоке там рассверлили и туда вварили какую-то шаровую. И теперь сверху на рычаге появился выступ. И при подъеме машины этот выступ упирается в колесный диск. Смотрите, как выглядит рычаг у нас. Вот он. То есть вот так у нас шаровая. И она не меняется в рычаге. С той стороны они как-то рассверлили, засунули туда шарнир. И сверху торчит вот такой какой-то, не знаю, бугур или что-то такое. И при подъеме он цепляет об колесный диск. Вот привод, который мы будем менять. Привод болтается от слова везде разбит. То есть разбит на приводе, разбит вот здесь внутри. Вообще тут просто в нем нет живого места. Наша сейчас цель вытащить его оттуда. Вот промвал, вот шрус. То есть если его ударить, то там на колечке. То есть если у нас вот так появился осевой на шлицах, это плохо. А то, что он уходит туда-сюда, то есть вот он. Это нормально. То есть так должно быть. Да, если же будет прям, ну... Ой-ой-ой-ой, то, конечно, уже не спастись. Сейчас снимем защиту. Попробуем его выбить оттуда. Неоднократно. То есть уже люди... Людям что-то там сверлили, куда-то прикручивали какие-то болты. И что происходит? Они, получается, вот здесь сверлят дырку. Допустим, вот здесь. Нарезают резьбу. Затягивают. И он становится вот так. То есть промвал. Если бы это было, я не знаю, там пять болтов вокруг даже мы будем прикручивать. Я думаю, что идеально ровно сделать не получится. Здесь сейчас вот именно шрус, то есть он прикручен. Он стоит вот так боком, и он стоит жестко. И при вращении у нас происходит вот такая колобаха. Так, ну вот он, смотрите, у нас промвал. То есть вот при прокручивании там тоже что-то хрустит прям. И вот он вал, то есть он стоит жестко, он не двигается. То есть шрус внутренний, одев на промвал, должен ходить сейчас вверх-вниз. Но он этого не делает. То есть где-то там какой-то болт, не знаю, сейчас мы это узнаем. Наверное, сейчас я, как обычно, ударю сюда молотком, чтобы все это вылетело оттуда. И узнаем, что там произошло. Также, смотрите, производился вот лужу масла. Производился ремонт раздаточной коробки, течет сальник. Но это они будут по гарантии делаться. По переднему кардану. Кардан я поставил, тоже его здесь не было. Смотрите, вот такая штука. Когда разбивает вот здесь шлицы на кардане, вот так сейчас, смотрите. Вот так. Это все. Его, то есть, не спасти уже. Видите, что происходит? То есть такой кардан на выброс. Ну у нас основная, да, от этого кардана будет вибрация. Но будет только лишь, когда мы даем газу. А здесь в свободном. То есть мы просто, чем больше скорость, тем больше вибрация. Попробую. То есть, по идее, взяв в руки молоток, при правильном сделать угол, сделать удар, он должен выскочить. Но он этого не делает, потому что там где-то болт, которого я не вижу. Я много раз услышал, но ни разу не видел, куда они его там вкручивают. Нет. Не получается. Так. Есть вариант. Будем снимать с промвалом. Вот как это выглядит чудо, на которое жалуются. Вот внутренний шрус просверлили насквозь. Вот. Вот такой болт десятку поставили. Подключено 17. То есть его отсюда снутри. И вот на этот промвал, от которого просто ничего не осталось. Видите, да? Он просто в кашу. Завязан. И вот так это получается. Сюда одевается. То есть болтаться он должен вот так, да. Но у него, у него есть. Я не знаю, как там. Не, не, не. Вот у него, то есть есть. То есть именно вот этот ход. Видимо, его что-то вырвало, он слетал и тут снесло вообще. Вот здесь говорить о точности, то есть вот этой вот, что притянулось, прикрутилось, ну как бы, не знаю. То есть с заводом задумано, что это будет двигаться, что это будет шевелиться. Может быть, да. Может быть, многим они делают, у них все это работает и крутится, вертится. Ну вот, уже, не знаю, там, пятый, десятый случай, где вот такое происходит, что люди жалуются. Они полностью уверены, что у них все там прекрасно. Теперь это сделано на века, а по факту получается, что нет. То есть появляется вибрация и избавиться от нее никак. Так, люди меняют карданные валы, меняют там привода, что-то еще, а по факту проблема здесь, внутри. Промвал тоже будем менять. Промвал вот он у нас. Я открутил даже все полностью. Также еще при снятии шруза потекло масло из редуктора. Там сальнику привода конец. Вообще вот это место здесь должно быть сухое. У нас держат вот здесь сальник, должен держать на промвалу. Масло тоже льется из редуктора. Вот он промвал. То есть он у нас перепрессовывается. И все. То есть весь этот хлам выкидываем. Я знаю, что это будет дорого, но это будет правильно, и это будет качественно и надолго. Ну вот, как-то так. Все, всем пока. До новых встреч. Продолжение следует...